Новая неделя началась, и это хорошо, и хочется, конечно, всем пожелать вам, чтобы она принесла только хорошие новости и прекрасное самочувствие, безусловно. У меня для вас, как всегда, новый выпуск, смотрим от начала до конца, ничего не пропускаем и, конечно, получаем удовольствие, подписываемся, присоединяемся к нашему комьюнити и оставляем лайки. Всем приятного просмотра, врываемся в новости, погнали! СОФИЯ МИХАЛОВНО РОТАРУ Фильм «Червон Наруто» и «Эстетика 70-х». Они оба большие артисты, но они разные. Кстати, не только София Михайловна Ротару отказалась от участия в этом фильме, также еще не стали сниматься Василий Зинкевич, который вообще избегает публичных появлений. Но ничего страшного, тем не менее, я думаю, фильм удался. Кто смотрел, делитесь своими впечатлениями. Локин Феникс все-таки передумал сниматься в очень пикантных сценах с мужчинами. И так давно он активно занимался продвижением гей-мелодрамы, для которой лично придумывал смелые эротические сцены. Но когда дело дошло до съемок, он быстренько слился. Работники съемочной площадки рассказали, насколько Хайкин Феникс горел проектом и лично выбивал рейтинг 18+, у студийных боссов. После того, как фильм получил разрешение на международный прокат, а декорации были построены, он просто перестал выходить на связь. Ну, так бывает. Видимо, переоценил свои возможности. А может, он вдохновляется, пытается настраиваться. Ну, всякое может быть. А Дисней выпустил первый официальный трейлер ремейка Белоснежки. Сколько же их будет? Ну, это интересно. Напомню, что изначально премьера новой Белоснежки была запланирована еще на март этого года. Но в 23-м году вокруг этого фильма там начался скандал. Поводом стало заявление Дисней о том, что они не будут брать на роли гномов карликов, чтобы избежать стереотипов. По итогу гномов решили вообще создать с помощью графики, чтобы никого не ранить. Ну, а роль Белоснежки в ремейке сыграет актриса и певица Рэйчел Зеглер. А вот злую королеву будет играть Чудо-женщина Галь Гадот. И, кстати, очень эффектно. Кино, значит, премьера будет в 25-м году. Галь Гадот такой, знаете, негативной антагонистка у нас будет. Непривычно, но это будет интересно. А вот это тоже интересно. О том, как британских рентгенологов теперь заставили обязательно спрашивать мужчин, внимание, при селе о наличии беременности. Такое решение принято в рамках обеспечения инклюзивности. Но врачи говорят, мы следовали этим всем инструкциям. Уже отчитались о том, что большинство мужчин в шоке. Они в гневе уходят после рентгена, после таких вопросов. И попросили, в общем, прекратить этот маразм. И вообще, честно, знаете, что я хочу сказать? Вот наблюдаю я всю эту тематику гендера, трансгендера и так далее. Вот сейчас у мужчин спрашивают, будут беременны ли они, когда ты приходишь на рентген. Я хочу сказать свое мнение, и я почему-то убежден, что все это делается не просто так. Это, знаете, раскачивает общество. Это провокации, которые задумали определенные люди. Это мое субъективное мнение. Для того, чтобы сталкивать определенные меньшинства, да, вызывать вот эту неприязнь и так далее. Вы знаете, это получается. Это очень активно работает. Я не понимаю, кому в голову пришла идея спрашивать у мужчин, не беременны ли они. Ну что это такое вообще? Ну для чего это делается? А чтобы вот эти бесконечные устраивать разборки, отвлекать внимание, может быть, от чего-то более глобального, серьезного, стравливать бесконечно людей. Зачем? Зачем спрашиваться? Так вот, имейте в виду, что те люди, которые это все продвигают, якобы выступают за права гендера, трансгендеров, меньшинства и так далее. Нет. Они как раз делают только хуже. Может быть, они где-то и хотят от чистого сердца сделать что-то хорошее, в чем я очень сомневаюсь. По крайней мере, делают они это неудачно. Вот и все. Они просто-напросто то, что я вижу, это сталкивают людей и вызывают просто раздражение у большинства людей, которые это и так не поддерживали. И с каждым разом все больше и больше вырастал их гнев. Вот недавно была новость в Украине о том, что однополые партнерства все-таки Верховная Рада, там вот они будут рассматривать, примут, не примут, я не знаю, но вроде как должны принять. Это, конечно, удивительно, если они это примут, даже я буду в шоке, потому что мне казалось, что такого никогда здесь не будет. Это не про браки, это про партнерство, когда два парня, две девушки будут иметь законное основание, если в случае чего там, ну вы поняли, да, когда муж и жена. Вот. И, в общем, было видео, как в Одессе два парня устроили себе свадьбу. Понятное дело, что это была их церемония, какие-то свои знакомые это все делали. Это не было официально разрешено, понятное дело, нигде, ни в каком ЗАГСе их там не вносили, само собой. Но ребята устроились себе свадьбу, выложили эти видео, по интернету не начали гулять, когда я вот собрал информацию, и это тоже новость мне попалась, я смотрел на реакцию людей. Большинство людей, практически 95%, заблевали, рыгачки, какашки, позор и так далее и тому подобное. Видите, общество, к сожалению, многие все еще не готовы к этому. Не готовы. И вот такие вот новости, когда рентгенологов заставляют спрашивать у мужчин, не беременны ли они, только усугубляют это все. Они ничего не делают лучше. Мужчина не может априори быть беременным. С точки зрения науки это просто невозможно. Но если кто-то из вас профессионалов в медицине может доказать не обратное, я с удовольствием выслушаю. И можете сразу мне статью какую-то скинуть, я почитаю. Ну это бред какой-то. Олег Веник, тот самый Олег Веник, который был главным певцом в Украине, такой себе а-ля шаман. Нет, не шаман, наверное, Стас Михайлов. Так будет правильно. Ну это так, чисто я параллели вам провожу, что вам было понятно. Все вовчицы Украины его просто обожали. Ну может не все, но большинство. Ну главный певец страны был. Началась война, и он показал себя с другой стороны, и как-то уже любовь к нему подугасла. И мало о нем информации, там много разных новостей было, конечно, я в это все не верю. Ну ладно, значит Веник, значит, тут недавно заинтриговал своим возвращением на сцену или как. В общем, объявил о выходе первой за время войны песни. Это сообщение о предстоящей его новинке появилось на странице в Facebook главы его официального фан-клуба Валерии Барон. Песня будет на украинском языке, естественно. Ну и судя по всему, люди сделали выводы, что Олег Веник планирует вернуться на сцену, а песня-то как называется? Мои Люды. О, он через два с половиной уроки вспомнил про мои Люды. Ну конечно вернется, конечно народ его простит. Может быть не весь, но многие простят. Люди у нас такие, знаете, забывают все, отходчивые. Как я понимаю, я не был его фанатом и не собираюсь им становиться. Я вообще фанат самого себя. Как бы кто бы к этому не относился, мне кажется, это нормально. Но я без этого, у меня нет нарциссизма, я не болею этим. Так что Олег Веник с песней «Мои Люды» врывается в украинский шоу-бизнес. Возможно скоро вернется в Украину, тур по городам сделает. Я не знаю, как это все комментировать. Напишите, что думаете вы. Ждете вы возвращения, паночки? Че не ждете? Филипп Киркоров, посмотрите на него, прям молодец. Он знаете, как Яна Рудковская, девочка-припевочка. И Киркоров, он со своими приколами. Он тут смотрите, какой у нас мэн. Чет-то забил себя всего татуировками. Я правда так и не понял, это настоящий или временный, но не суть. Это прям как его мужчинка. У него же там получается парень. Ой, боже мой, я забыл, как его зовут, это не суть. Он тоже весь татуирован, и он видимо тоже решил не отставать от молодежи. Такой вот себе в тренде Филипп Киркоров. И ведь все знают, и все знают, да, и продолжают выступать в своих странных нарядах. И кринж вот этот наваливает бесконечно. А видите, какой непотопляемый, непотопляемый. Ему можно все то, чего нельзя никому. Других за меньшую отменяют, делают врагами. А вот Сэ вообще подавится. Ну, господи, мать кукушка. Что тут сказать? А в Катаре запретили прокат фильма «Все закончится на нас». Блейк Лайвли и Джастином Бальдони. Все из-за сцен с поцелуями. Ну, это мелодрама, там, конечно, поднимаются какие-то определенные темы, абьюза и так далее. Фильм 13+. И вот в Катаре решили, что такие фильмы нельзя. Ну, как вы знаете, там, естественно, тема ЛГБТ тоже под запретом. Но я не думал, что даже и такие фильмы запрещают. Ну, в любом случае, это их страна, их правила. Могут вообще свое кино снимать и, в принципе, отказаться от международного. Мне кажется, это вполне очень даже нормально. Ну, или мультики, пусть показывают и все. Тревиса Скотта отпустили. Как я и предполагал, из-под стражи после той драки пьяной, которую он устроил собственным охранником в Париже. Видите, он уже на своих охранников накидывается. Наверное, помимо алкоголя, там явно что-то было еще. Его представители говорят, что против него не было выдвинуто никаких обвинений. Французская полиция слишком остро отреагировала на этот инцидент. Так что все там урегулировали, договорились. Я, как кажут, кулы в ТБЕ гроща, все можно решить. Регина Тодоренко сообщила всем, что она поступила в университет. Значит, говорит, что между съемками, которых у нее просто оттимать мучая, и между разными проектами, в которых она принимает участие, а принимает она во всех, потому что это самая востребованная певица, актриса, телеведущая, которую разрывают и хотят все телеканалы мира. Она помогла при этом всем поступить в вуз. Хочет освоить профессию совести. Но, видимо, она не поняла, что с этим либо рождаются, либо нет. Нет, Регина, это не к чему, ты и так востребована, у тебя все прекрасно. Совести у тебя как не было и не будет. Про честь и достоинство я бы на твоем месте вообще не упоминал бы. Это вот сходи к Киркурову и Успенской, вам как раз туда всем. Вы с одного чула нашу называется. Вот такая вот она девочка, молодец, отличница, Региночка. Молодец, востребованная прям. Но лучше вот не придумаешь. Главная ведущая планеты поступила в вуз. Будет осваивать новые профессии. Хочет вспомнить, что такое совесть, честь и достоинство. Комментируйте, а мы продолжаем дальше. Вот, собственно, и про Любаньку упомянула, что же не сказать. Значит, Люба Успенская. Нет, сейчас не про Донбасс, сейчас не про ее позицию разборки с Киркуровой. Мне об этом, не поверите. Она хочет стать мамой. Еще в 2019 году она говорила, что ищет донора яйцеклетки для ЭКО. Но пока что поиски успехом не увенчались. Сейчас она предполагает, что выносить ребенка для нее может какая-нибудь близкая подруга. Цитирую. Замораживала ли я яйцеклетки? Нет. Думала, что суррогатная мать вынесет. Какие яйцеклетки? Во-первых, я не готова была и вообще никогда об этом не думала. Но все равно, когда хочешь ребенка, очень многие берут детей из детдома. Вообще неизвестно, с какой генетикой идут на риск. Я хотела ребенка мальчика. Думала о человеке с безукоризненной генетикой и женщине здоровой. Может быть, это будет близкая подруга, которая ради меня это сделает. У меня есть такие друзья. Я, конечно, не могу ничего говорить по этому поводу. Это решать Успенской. Но глядя на ее взаимоотношения и все вот эти истории с доченькой, единственной Татьяной, мне кажется, Успенской не нужно. Хватит. Уже родила одну дочь. И мы все это прекрасно наблюдаем. Так что, Любонька, давай лучше, пой свои песни. Разбирайся с Киркоровым. Здесь ты точно будешь очень к месту. Не надо никаких детей тебе. Упаси Господь. Но в любом случае, я на это повлиять не смогу никак. Но мне кажется, это больше разговоры. Не будет никаких детей. Это Любонька пытается всячески. Она, знаете, все время пытается всех сразу зайцев хлопнуть. И показать, какая она патриотка. И власти подлизнуть. И людям показать, как она вот сейчас и детей всех приютит. И всем поможет. И на Донбасс ездила. Главное, тоже еще, видите, у нас героиня. Прям смотришь на каждого и восхищаешься. Сколько человечности. Сколько любви к людям. Восторг. Ксения Собчак не выдержала. И просто разозлилась на своих всех подписчиков и хейтеров, которые ее раскритиковали за внешний вид. Давайте я вам зачту, что пишет Ксения Анатольевна Собчак. Большинство комментариев торчит ли у тебя на видео живот? Уже нет. И есть ли мешки под глазами? Еще да. Пользуясь случаем, напоминаю. Не мучайте себя рассматриванием меня, если я вам не нравлюсь. Я взрослая женщина. Счастливая. Довольная. С собой. И даже если я не родилась красавицей, ощущаю себя прекрасной и уверенной в себе. А главное, мой сын и муж меня очень любят и считают самой красивой женщиной на земле. И знаете, я им верю пока. Оператор не выставит свет, как на последнем видео. И теперь бесплатная мудрость для тех, кому меньше 40. А той, кому 42. Запомните, девочки, если вы много работаете и мало спите, то даже если вы вообще не пьете алкоголь, и даже если у вас есть немного денежек на косметолога, вы все равно при неудачном свете будете выглядеть так, будто всю ночь бухали. Вот так Ксения Анатольевна отчиталась. Почему это произошло? У нее, значит, было крайнее видео. Я не смотрю, как Собчак вообще никого не смотрю сейчас. Нет, ни желания, ни ресурсов. Но я видел скриншоты с этого видео. И да, они, конечно, выглядели так странно. Не знаю, что это свет. Она какая-то была опухшая, отекшая. Но это не мое дело. Ну вот, Собчак объяснилась. Просто люди на нее набросились. Сказали, боже, как отвратительно выглядит. Наверное, она сбивается. Еще одна алкоголичка. Месте с глюкозой, наверное, там прибухивают. Поэтому надо бить тревогу. Но Ксения объяснила, что просто много работает, мало спит, 42 года и неудачный свет. Что вы от меня хотите. И меня муж и ребенок считают самой красивой. А вообще это нормально, когда муж и дети, и близкие тебя считают самой красивой. А вот кроме шуток, это абсолютно нормально. Здесь ничего другого я не могу сказать. Буквально недавно я вам рассказал, как женщина с бревна, борода, бородуля, получила красный диплом психолога, якобы в МГУ. Хотя никто ее там не видел ни разу. Вообще даже рядом. Но все прекрасно понимают, как эта женщина получила этот диплом. Не суть. Не успела она его только в руки взять. Красный причем. Она же транслировала это демонстративно. Уже выступает на каких-то форумах с умным лицом, с папочкой. Рассказывает, как людям жить. Понимаете? Это без комментариев. Вы гляньте, что творится. А куда их всех понесло? А что у них за какое-то желание рассказывать про мечты, поучать жить? Там какие-то чакры, как Анфиса Чехова колдовать. Что с ними всеми происходит? Я не могу вот этого в своей голове как-то переварить. Но вы же там ведущие, на бревне. У вас там хорошо получается. Ну и сидите, авкайте, кричитесь. Устраивайте пиар какие-то, акции, скандалы. Но вы же вот шоу-бизнес. Куда вы лезете вообще? Какие психологи? Какие торологи? Какие астрологи из вас? Какие марафонисты? Коучи и так дальше. Зачем вы туда все претесь? Кто-то может мне объяснить? Что это за тенденция? Сейчас откроет TikTok. Там все астрологи, все торологи, все коучи. Все чему-то учат. Все все знают. Боже мой. Я не знаю, к кому записываться. Понимаете? Я тут скриншотов наделал. Фильмов, сериалов, трейлеров насмотрелся. Мне, наверное, хватит этих скриншотов на три жизни. Еще вперед. Я столько их делаю, делаю. И ничего не смотрю. Тут еще не успеваешь ко всем этим коучам записываться. Ну, в общем, все. Понеслась уже. Бородуля получает людей. Так что записывайте. Становитесь в очередь. Случайно Тодоренко не к ней поступила на курс. Ирина Каляденко принесла Украине серебряную медаль вольной борьбе на Олимпиаде 2024. Теперь у сборной Украины 12 медалей. 3 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых. Неплохо, неплохо сборная Украины выступила. Я знаю, что могло быть больше, но все равно мы поздравляем всех, кто это сделал. Так, смотрим на эти скриншоты. Кому мы увидим. А увидим мы тут Ариану Гранде и Надю Дорофееву, которую обвинили в плагиате. Сказали, что Надюшка у нас Дорофеева очень сильно плагиатит. И они не согласны с этим. Не согласны. Значит, команда Дорофеевой прокомментировала похожесть образа и плагиат, которым ее обвиняют. Интересно вам послушать, что говорит ее команда? Ну, хорошо, что есть команда, да? Не могу сказать, что она очень умна, судя по их действиям. О чем только стоит вот эта вся ситуация с лайма и рандеву. Да, это просто настолько непрофессионально поступать. Если кто-то пропустил, я напоминаю. Надя Дорофеева была заявлена на лайма-рандеву два года подряд. В этом году был договор. И буквально за день до ее выступления они отказались. Это непрофессионально. Так не делают люди. Они, конечно, там написали какую-то фигню. Это не важно уже. И это просто вот про уровень профессионализма команды Нади Дорофеевой. У меня вообще такое ощущение, что там далеко не умные люди у всех работают. И в пиар-службах и так далее. Я это говорю не потому, что я себя чувствую умнее, лучше, или я там претендую найти должность. И упаси Господь. Меньше всего на свете я бы хотел бы работать с этими артистами. Я даже рядом с ними стоять не хочу, честно. Я даже на их концерты бесплатно не хочу ходить. Настолько мне некомфортно. Это не мои люди. Это я просто по факту вам объясняю, что и как. Так вот, давайте комментарии от команды Дорофеевой. Почему обвиняют ее в плагиате и подражании Арианы Гранта. Это действительно совпадение. На первый взгляд есть определенное сходство между этими фотографиями, образами. Но хотим подчеркнуть, что команда Дорофеевой всегда работает над созданием уникального контента. Уникального, который отражает собственный стиль и видение артистки. Тем более, что тема ушек уже визитная карточка сценического образа Нади Дорофеевой, которые трансформируются с каждым периодом творчества. Сначала их можно было увидеть в клипе в одиночестве. Последствия во время концертных выступлений. И в клипе пусть пишет на афишах осеннего тура. И дворца спорта. И теперь на обложке нитроклицерин. Так что, ребята, никакой это не плагиат. Это просто уникальный образ, который создала команда Нади Дорофеевой. Все это, конечно, комично звучит. Ну ладно. Такое себе, Надя. Я тебе рекомендую набрать все-таки профессионалов в свою команду. Потому что репутация твоя, ну как-то, идет не в ту сторону. Хоть ты не моя певица, но держи бесплатный совет. Я знаю, что ты меня смотришь. Найми себе адекватных людей. У них что-то не получается. Они тебя закапывают. Согласны вы со мной или нет? Напишите. Ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Если вы вдруг еще этого не сделали, присоединяйтесь к нашему комьюнити, семью. Вступайте в хорошую нашу команду. Как хотите, как кому удобно. У нас здесь клево, реально. По-доброму, информативно, разнообразно, без всякой грязи и агрессии. Что немаловажно в наше время. Поэтому присоединяйтесь, рекомендуйте все, кому только можно. И не забудьте поставить лайк, сердечко в подобайку. Всем отдельная благодарность, кто поддерживает спонсорские. Напоминаю, что если у вас есть желание, возможность, я буду очень признателен и неблагодарен, если вы оформите спонсорскую подписку. Там 4 уровня. Вы можете выбрать любой. Также есть PayPal, номер карты. Кому как удобно. Всем большое спасибо, кто уже это сделал, кто поддержал. Ваше добро никогда не останется незаметным. И я не устану вас за это благодарить, как бы таково не раздражало здесь. Спасибо. Дякую. Тэнки варимач. Данки. Дякую, дякую. Лайк только поставьте. Продолжаем. Помните, недавно появилась информация после скандала с глюкозой, что якобы она в рехаб идет. Потом появилась новость о том, что никуда она не идет. Это какой-то странный фейк. Она вот тут творит, создает новую музыку. И вот, собственно, может смотреть, что глюкоза уже готовится выпустить новые песни. Поет, что-то пробует, как она и заявляла. Никакого рехаба, потому что она абсолютно здорова. Ну и слава богу, здорова да здорова нам-то что. Самая скандальная участница Олимпийских игр, Иммане Хэли, стала чемпионкой. Она выиграла золотую медаль в весовой категории до 66 килограмм. Ее соперницей в финале была китаянка Ян Лю. О Балжирке заговорил весь мир после ее боя с итальянской спортсменкой Анжелой Карини. Карини, наверное, так будет. Последняя, в общем, итальянка завершила встречу буквально через 45 секунд со слезами на глазах. Сказав, что ее никогда так сильно еще не били. Иммане тут же обвинили в том, что она мужчина, поскольку боксерша якобы провалила какой-то гендерный тест на прошлогоднем турнире. И вот в недавнем интервью арабскому изданию Хэлиф сказала, что лучшим ответом на мощную травлю станет ее победа на Олимпиаде. Ее отец уже объяснил, что она родилась, у нее там особенность какая-то. В общем, она родилась то ли женщиной, то ли вот как это называется, я не помню. В общем, давайте я не буду ничего путать. Она не трансгендер, это так для уточнения. Ну, в общем, такая история. Но она так и стала Олимпийской чемпионкой. В принципе, я в этом не сомневался. Оказывается, моя любимка Тина Кароль, которая сейчас проходит военную подготовку, ну, по крайней мере, так она это показывает. Я это вообще не комментирую, потому что не на часе. Потом, когда все закончится, я все скажу, все, что я думаю по этому поводу. Почекай ему. Ну, а пока что моя любимка Тина Кароль, оказывается, Тайна вышла замуж. Ну, по крайней мере, известный ведущий, генеральный продюсер Радио Люкс ФМ. Там, где сидят хабалки разные, по-другому я их назвать не могу. Собственно, и он такой же. Несут всякую пурву, рассказывают, как нужно жить, например, Андрею Данилко и так далее. Ну, откровенно, вот хабалки, знаете, причем уж и мужчины, уж и женщины. Люкс ФМ, это просто трэш. Там, что нет, журналист, просто хочется заткнуть уши и уйти. Так вот, этот человек, который ведущий по совместительству продюсер этого радио, сказал, что Тина Кароль, оказывается, будет тайно венчаться, и вообще она уже вышла замуж. Просто она об этом никому не говорит и не транслирует. Цитирую. Мне кажется, что она, в принципе, уже вышла замуж. Что она сказала? Если будет выходить замуж, то сделает это подальше от глаз публики и не сообщит поклонникам свой новый статус. Поэтому можем заключить и сделать вывод, что, в принципе, все уже и было. Может, уже и сыграла свадьбу. Ну, понятно. Но не все время так, знаете, может, еще что-то. Так что Тина Кароль вышла замуж. Ну и хорошо, мы ее поздравляем. Эта новость будет полезна для девушек, женщин. Значит, говорят, что в тампонах популярных мировых марок, Котекс, ОБ и прочие обнаружили опасные тяжелые металлы, свинец, кадмий, мышьяк и другие. Ну и, в общем, в ходе масштабного исследования ученые проверили 30 видов тампонов от разных производителей, и все из них содержали токсичные вещества. Скорее всего, тяжелые метали попали в предметы личной гигиены по причине халатности, возможно, хлопок выращивался на загрязненных почвах, или же токсичные вещества добавлялись на производство, никто не может понять. Пока не доказано самое важное, могут ли токсины вымываться и попадать в организм. Поиском ответа на этот вопрос сейчас займутся ученые-медики. Это так. Just for you information. В Италии подняли цену на пиццу с ананасами до 100 евро. 100 евро пицца с ананасами вам обойдется. А это для того, чтобы ее не покупали, потому что местные жители, итальянцы, ненавидят пиццу с ананасами. Говорят, что ее изобрели в Канаде на самом деле. В одном из ресторанов за нее придется заплатить в 10 раз больше. Ну, то есть там 10-15 евро там вам пицца такая стандартная итальянская обойдется. Хотите с ананасами сделают, но заплатите 100 евро. Вот так они борются. Могли бы просто убрать из меню. Ну, приколисты, конечно. А я, кстати, тоже не люблю пиццу с ананасами. Я вообще не люблю консервированный ананас, честно скажу. Вот просто ананас могу съесть. Не могу сказать, что это прям мой любимый там фрукт, но ем, да. Могу даже сок выпить. И свежевыжатые. Ну, немножко, много не надо. А вот это консервированный ананас я нигде не люблю. А вы как к нему? Ученые Гарварда выдвинули новую теорию происхождения жизни на Земле. Причина в молниях. Удары молнии запустили химические реакции, которые создали первые молекулы жизни. Понятно? Лаборатории показали, как молнии могут превращать углекислый газ и азот в простые органические молекулы. Это строительные блоки для ДНК и белков, из которых состоит, в принципе, вся жизнь. На Юпитере и Сатурне тоже часто бьют молнии. Об этом намекают нам ученые. Намек понят. Мы отправляемся. Так как я стрелец, моя планета Юпитер, летим. Девочки, мальчики. Потому что на этой Земле как-то все пропало. Надо лететь. Так что собираемся. Пишем Илону Маску. Он там нам корабль, нам где есть, какой-нибудь выделит. И полетим создавать новый мир. Адекватный. Настасья Самбурская рассказала подробности. Ну, в принципе, она не первый раз уже говорит. Про ее семью, про детство, как с ней плохо обходились. В общем, она сказала, что подвергалась ужасному обращению со стороны родителей. И коротко подытожила так. Семья – это последние люди в моей жизни, кому я вообще позвоню. И, в принципе, не хочу с ними иметь ничего общего. Это грустно. Это очень-очень грустно. Да. Кстати, это такая, знаете, частая история. Когда какой-то успешный человек, будь то блогер, певица, артист, тиктокер, неважно. Вот я заметил про вашу такую параллель, что у каждого была какая-то подобная ситуация. Видимо, таким образом они пытались завоевать какую-то любовь, внимание, доказать и себе, и родителям, что вы все это зря делали. Ну, я так что-то думаю, с точки зрения чисто психологии, может, как-то можно объяснить. Я не психолог, если что, я не претендую. Я просто, как обычный человек, отталкиваюсь от своего личного опыта, наблюдений и только. А вообще, ребята, хоть многие отрицают, что у кого какие-то там гештальты не закрыты, и нам ничего не мешает, это вам так кажется. Я просто вижу даже по своим знакомым, что они говорят, да, все прошло, не прошло. Стоит только бокальчик пивасика выпить, а ты сразу видишь, ничего не прошло. Невероятная, талантливая, гениальная, красивая актриса Кейт Уинсленд для Harper's Bazaar. Она признала, что не боится выглядеть не идеально в кадре и еще больше вызывает уважение в моих глазах. Восхищаюсь, обожаю ее. Наоборот, я горжусь этим, потому что на моем лице моя жизнь, и это важно. Мне бы и в голову не пришло это скрывать. Слушайте, какая же она классная, скажите. Новак Джокович еще даже не завершил свою карьеру, а в Сербии уже планирует создать музей его имени. И понятно, почему, титулованный какой. Этим решением поделился президент Сербии Александр Вуйчич. После победы Новака Джоковича на Олимпиаде в Париже. Он надеется, что Мазейс может привлечь в страну больше туристов, потому что поклонников у него по всему миру просто тьмать мущая. Несмотря что концерты в Вене, в Австрии, столица Вена, да, были отменены все концерты Тейлор Свифт из-за угрозы. Ну вы поняли, чего на буква Т не могу это слово произносить. На ютубе не любят. Поймали нескольких людей, фанаты. Все равно, как вы видите, дух их не сломлен. Они собираются на улицах города, поют песни Тейлор Свифт. Ну и, в общем, с представителями полиции, которые, судя по всему, не пытаются им помешать, обмениваются браслетами дружбы и так далее. Ну и, кстати, насколько была еще информация, я знаю, что билеты все, кто сдали, деньги абсолютно всем вернули, еще какие-то украшения от Булгари. И специально Тейлор Свифт потратила свои деньги для того, чтобы как-то своих фанатов, ну, какую-то компенсацию внести. А потом еще я видел новость, да, вот, ребят, всегда говорю, проверяйте. В ТикТоке видел новость о том, что Тейлор Свифт передала там кучу миллионов долларов на помощь Украине. И люди там пишут дякую, ты наимоверно. Ребят, это неправда, никакой помощи от Тейлор Свифт в Украине не было. Нет такой информации, нет об этом никаких новостей. Если бы она это сделала, мы бы все об этом знали, поэтому если вдруг увидите эту новость, это фейк. Заходите просто в кафе, где-нибудь на Ибице или в Монако, а там вот проходит Элтон Джон, заходит за диджейский стол и начинает просто петь. Вот понимаете, насколько вот разница между нашими артистами и зарубежными? Наши артисты все время пытаются вот этот мыльный пузырь из своей важности надувать до космоса, до галактики. Это вот кроме шуток. Зарубежные артисты, они вообще себя ведут по-другому. Они могут просто подойти к уличному музыканту на улице, вообще без проблем остановиться, сфотографироваться с молодоженами и пожелать им удачи. Зайти просто в кафе, где люди отдыхают, спеть песню всем просто так, за диджейским столом. Вот поэтому я уважаю артистов многих именно за это. А женушка Петросяна, которая недавно на интервью гордо рассказала, оказывается, я уже лет так 13-то живу с Петросяном, несмотря на то, что он со Степаненко еще был в праке, а мы с ним уже кувыркались и нам весело было. И она об этом так гордо рассказала, что многие не поняли, зачем, для чего и почему. И вот потом начался хейт. Она теперь не понимает, за что ее хейтят. Она после этого скандального интервью заявила, что гневные комментарии для нее не имеют никакого значения. Но вышла на связь с какими-то претензиями и вопросами. А мы не поняли, зачем ты об этом вообще рассказывала и для чего. В принципе, да? Потому что это странно. Ну ладно, не понимает, так не понимает. В возрасте 56 лет не стала бывшего гендиректора Ютуба Сьюзан Ваджицки. Два года она боролась с серьезным заболеванием и, к сожалению, не выжила. Она возглавляла Ютуб дольше всех в его истории с 14 по 23 год. Никто столько не возглавлял, как она. Очень жаль, что ее нет, конечно. Депутат Нина Станина написала заявление на Артемия Лебедева в Генеральную прокуратуру. Она, значит, отвечает у нас там по вопросам семьи, женщин и детей и попросила Генеральную прокуратуру проверить высказывания Лебедева в интервью Юрию Дудю. Она пишет, что интервью переполнено нецензурной бранью, оскорблениями различных лиц организации и так далее, и так далее и тому подобное. Напомню, что в интервью Лебедев сказал, что общественные организации, возникшие после трагедии в Беслане, множатся, чтобы получать большие политические пироги. Вот и все. И сейчас на него там нападают со всех сторон, но я не знаю, насколько это все получится у них или нет. Время покажет. Ну и последняя новость из рубрики основных. Их много, но хватит. На Наргиз требуют завести уголовное дело. Причина демонстрация нацистской атрибутики. Напомню, что она недавно сделала татуировку с Бандерой и назвала его любимым героем. И теперь ее хотят завести на неуголовное дело. Зачем и почему, я не понимаю, потому что Наргиз не является гражданкой России. На этом основные новости все. Давайте врываемся в рубрику добра, а потом еще немного поговорим. Но перед тем, как перейдем к хорошему и прекрасному, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на мой канал. Присоединяйтесь, оставляйте комментарии. Чем больше, тем лучше. Ну и про спонсорство вы все помните. Погнали в рубрику добра. Вот такой очаровательный детеныш Ламы у нас появился на свет. Тоже удивительные создания. Все у нее прекрасно, все у нее замечательно. Активная, бегает, здоровенькая, с мамой. Все ее любят, обожают. Хорошие условия, и мы очень рады. А здесь у нас Сурок. Каким-то образом забрался в игральный автомат с игрушками и улегся там отдыхать. Его заметили клиенты одного из развлекательных центров. Ну, естественно, вызвали людей, его достали, но он не особо-то и хотел уходить. Ему так было комфортно с игрушками там. Ну и, в общем, его отвезли в лес, там, где ему и место. А здесь у нас овцы, которые стали для альпак настоящей семьей. Никто не так получил, что альпака была одна. Ну и, в общем, решили попробовать, как там с овечками уживутся, не уживутся. Очень ужились. Несмотря на то, что овечки очень много внимания уделяли необычному созданию, непохожему. Ну, такие дружные стали. Вот животные каждый раз показывают нам. Несмотря на то, что мы разные, но мы можем быть едиными, мы можем быть дружными, и нам может быть хорошо. И это клево. Единственные в мире панды-тройняшки отпраздновали свой 10-й день рождения. Посмотрите на это трио. Они родились в 2014 году с разницей в 4 часа. Сначала на свет появились одни, вторые, третьи, но это не важно. За всю историю было зафиксировано всего 4 случая рождения тройняшек у большой панды. Но выжили из всех только трио. Вот это вот. И мы их поздравляем с юбилеем, таким маленьким десятилетием. Классные милашки. И это чудо. На этой трогательной ноте рубрика добра на сегодня все. Еще немного поболтаем. Оставайте. Вот это я сегодня, конечно, так разошелся по новостям, что прям не могу остановиться. Ребята, что я хочу вам сказать. Я думал говорить, не говорить. Ну, давайте я вам так немножко объясню. В пятницу у меня был ужасный день. Ну, я представляю, какой он был ужасный для моей старшей сестры одной из. Наверняка вы смотрели новости и видели, что 9 августа, пятницу, это в Константиновке была ужасная ситуация. Тут даже слова сложно подбирать, потому что YouTube за это все блокирует. Но вы видели, что там произошло. Был прилет в торговый центр. Я там был. Вы же знаете, что я из этого города. Я туда родом. Я был в этом торговом центре. Он, кстати, относительно новый по меркам этого города. Я уж точно знаю. Там был большой супермаркет. Там были небольшие магазины. И, конечно, то, что там произошло после прилетов, это невозможно описать слова. Но самое ужасное было в том, что, конечно, к сожалению, погибли и пострадали, как всегда, люди. И там находилась в этот день, оказывается, моя племянница, которая категорически отказывается уезжать. Но я надеюсь, что после этой ситуации она уедет. Она чудом выжила. Она чудом выжила. Я даже не могу объяснить, как это произошло. Но, слава богу. А в этот день был день рождения, кстати, у моей другой сестры старшей. Как раз, когда я ей звонил, я ее поздравлял. Мы узнали о том, что наша племянница там находилась. Это было ужасно. Несколько часов было тишины. Мы не могли с ней связаться, потому что, само собой, от того, что там случилось, телефон, все. И она была в госпитале. Она делалась, конечно, насколько это возможно, легко. Да, она получила ранение. Но, слава тебе, господи, что она стала жива. Я об этом писал уже в телеграм-канале. Большое спасибо всем людям, кто поддержал, кто пожелал всего хорошего. Она сейчас идет на поправку. Она пообещала уехать. Все эти два с половиной года ее упрашивали, умоляли уехать. Она ни в какую не хотела. Вот не хотела, ей 23 года. И вы понимаете, когда уже взрослый самостоятельный человек, ты не можешь заставить. Когда ты начинаешь уже немножко на нее чуть больше давить, она просто закрывается, отключает телефон и тупо начинает всех игнорировать. Это тяжело. Я не буду, конечно, описывать весь тот ужас, который испытала моя старшая сестра, которая в Польше, это ее дочь самая старшая. Дело в том, что это племянница, которую я нянчил. В 16 лет я ее на руках носил, на коляске. Я с ней ночевал, спал, когда она болела. Ну, то есть, понимаете, она для меня особенная. Да, я могу так сказать. Я, конечно, всех безумно ко всем одинаково отношусь. Но она особенная. Почему? Потому что я ее на своих руках носил. И, конечно, для меня это был шок и ужас, когда я это увидел. Она пообещала уехать. Она вот должна закончить там все вот эти процедуры в госпитале, перевязке и так далее. И уехать. Я надеюсь, что она все-таки уедет. По крайней мере, она пообещала. Но слава богу, что она выжила. Я когда поздравлял другую сестру с днем рождения, я говорю, конечно, много все ей нажелал всего. И сказал, что самым лучшим подарком будет это хорошие новости про нашу племянницу. И это чудо случилось. Слава тебе, господи, что она выжила. Так, и я понимаю, что никто от этого не застрахован. И, к сожалению, это продолжается. В принципе, не хотел об этом говорить. Ужасный был день в пятницу. Вы, наверное, когда слушали мое видео, даже не заметили. А я объясню, потому что я видео записал до того, как я узнал. Если бы я узнал это, я, наверное, просто не смогу даже видео записать. Это, наверное, последнее, о чем бы я думал. Поэтому, сказав все это, я не могу найти никаких слов и оправданий, и понимания для тех людей, которые это все поддерживают. И когда я говорю о ком-то, типа Долиной, Успенской и так далее, что это не люди, надеюсь, вы понимаете, почему. Я не могу их назвать людьми адекватными, которые вот это вот все поддерживают. И то, что происходит, это происходит каждый день. И, конечно, я считаю, нет, я уверен, что люди культуры, в первую очередь, что они должны были делать, призывать к миру. Это то, чем должны были заниматься и Лолитой, и Долиной, и все остальные. И неважно, какая бы там была у них репутация, как бы к ним относились, они должны нести что-то другое. Но это так вам просто немножко для понимания. Я никогда не смогу понять, принять и оправдать это все. Вот и все. Но, как вы видите, чудеса случаются в этой жизни. И после того, как этого торгового центра и магазина просто не осталось там ничего. Я думаю, что многие видели эти видео и картинки жуткие. Я просто не понимаю. Я не могу объяснить, кроме как чудо, что племянница моя вышла. Я очень рад. Я надеюсь, что уже завтра или в ближайшие дни, желательно завтра, она уедет к своей маме в Польшу. Потому что она там просто себе места не находит. Мама ее в Польше с другими детьми. У мамы еще четверо детей младших. Вот так бывает иногда сложно с детьми. Им кажется, что они уже выросли, они лучше знают. Понервничали мы, конечно, понервничали. Но, слава богу, обошлось. Малым могло бы это все закончиться. Я даже думать об этом не хочу. Вот как-то так. Так что, ребят, берегите себя. Оставайтесь людьми. И помните, что поддерживать это все мракобесие невозможно. Нельзя. Кстати, еще многие там спрашивали, может что-то посмотреть. Я не видел уроки химии. Я так понял, это сериал. Уроки химии. Очень высокий рейтинг. Я видел, да. Мне рекомендовали. И многие говорили. Хорошие отзывы. Это так немножко переключится. Поэтому, если вам нечего посмотреть, попробуйте. Говорят, очень интересно. Уроки химии. А, и, кстати, знаете, еще очень приятный был момент, когда я... Вот это вот 9 августа, когда у сестры другой был день рождения, который в Австрии я и звонил. Как раз узнали в этом жуткой всей истории. И мы с ней разговаривали. Пытались понять, что и как делать, как связаться. И в этот момент я слышу, забегают дети. Много детей. И они начинают поздравлять мою сестру, пить песню. Вот это happy birthday, с днем рождения, дети. Это так мило вообще. Это так трогательно. Это так вообще по-настоящему искренне. Потому что дети — это, наверное, те самые создания, которые действительно искренне. Они как чувствуют, они то, что видят. Вот то, что вот у них внутри, они то и трое транслируют. Потому что взрослые люди утрачивают эту искренность. И я вот хочу всем сказать, что, ребят, оставайтесь искренними всегда. Это так ценно, особенно сегодня. Вас поймут, вас услышат, вас будут уважать. Мне так кажется. В общем, эти детки как-то прям, знаете, немножко вселили какую-то надежду и позитив. На этом я заканчиваю свою сегодня болтовнём. Несмотря ни на что, я хочу всем пожелать прекрасной недели. Всем и каждому. И, конечно, у кого сегодня день рождения, от всей души поздравляю с вашим днём. Будьте все здоровы, счастливыми. Пусть ангелы-хранители вас всех берегут. И вас, и ваших близких. Много-много хороших новостей, позитивных эмоций, достатка. Много путешествий, хороших людей. И всем нам с вами мирного неба над головой. Давайте оставаться людьми, несмотря ни на что. И верьте в чудеса, они иногда случаются. До завтра. Пока-пока.